Вайкра, всем привет, доброе утро! Всех очень рад видеть. Сегодня обсудим еще одну тему, связанную с недельными главными процессами, которые идут в Торе. О процессе развития и трансформации жизни человека, о том, какие здесь есть интересные моменты в этапах нашего роста, развития, увеличения уровня нашей духовности, наших внутренних сил. Так, всем доброе утро! Поехали, подключаемся и начинаем наше ежедневное, ежедневный подъем внутренний. Максим, привет! Так, всем шалом! Вайкра, привет, привет! Яков Шатагин. Всем доброе утро! Блокер ТОВ! Блокер ОР! Так, давайте подключаемся. Ждем еще чуть-чуть. Ждем 20 секунд и будем учиться. Доброе утро! Маша, привет! Доброе, доброе! Так, ну давайте начинать потихоньку, да, и походу уже будут все наши постояльцы подключаться. Значит, какой вопрос сегодня я хотел обсудить? в конце мы вчера говорили про самое начало выхода, с чего он начинается, а сегодня интересно про конец. Самый конец выхода из Египта, да, это вот это расступление моря и такая самая стрессовая ситуация, когда все евреи не знают, что делать и идут в итоге, то есть так в Египте было плохо, тяжело, а так надо спуститься вообще на дно мира просто, под воду, просто в мир хаоса, да, где в итоге еще погибают все египтяне. Теперь интересный вопрос, можно задать, почему последнее самое событие получается в процессе развития человека, в его росте, самое тяжелое событие, когда там евреи бегутся через Красное море, пытаются спастись, самое такое напряженное, они фактически на дне, под водой, почему в самом конце происходит самое тяжелое, самое напряженное событие? В принципе, можно, наверное, привести такой пример, наверное, все люди, которые достигли чего-то выдающегося, они в какой-то момент коснулись дна, и более того, ну, какой-нибудь пример, например, да, человек такой, который никогда в своей жизни он не научился отстаивать свои границы, ему это очень сложно, знаете, там, когда надо какие-то, что называется, negotiation, какие-то переговоры провести, или перед начальником там отстоять, пойти, и говорить с ним, большинство людей, они вообще не будут обсуждать эти проблемы, да, многие, кто-то, кто-то действительно очень боится вступать в этот конфликт и говорить там, что я не потерплю такого отношения к себе, ну, и неудобно, и людям неудобно, а вдруг там они себя плохо, эти люди будут чувствовать, когда ты им это скажешь. Вот человек такой, непривыкший отстаивать свои границы, когда он этому начнет обучаться и захочет, захочет построить свою жизнь теперь по-другому, то и у него там, например, какой-нибудь начальник, с которым он хочет выстроить отношения по-другому, чтобы тот перестал вести себя как, начальник, допустим, такой, абьюзер такой, который там использует его и некрасивые вещи говорит, да, и платит плохо, и я не знаю, что еще, такой плохой, в общем, начальник, то в итоге, чем вся эта история по-любому должна будет закончиться, тем, что этот, этот человек, который работает, он в итоге должен будет пойти в кабинет и встретиться вот с этими своими самыми большими страхами и со своими демонами, прямо посмотреть им в глаза, так сказать, спуститься в преисподнюю, спуститься в в логово дракона, который лежит на сокровищах, но интересно, да, что после того, как ты побеждаешь дракона, ты получаешь сокровища, то есть, но чтобы вот этот, какую-то свою проблему, тревогу, страх проработать, нужно в итоге дойти до самого низа и, то есть, получается, если ты хочешь какую-то проблему убрать, ты должен дойти до ее причины, и там вот эта причина, ее корень, это самое, самое страшное, это что-то самое проблематичное, то, что лежит на, закопано, на самом дне, да, и чтобы в итоге проблему, ты о ней как-то знаешь, начинаешь с ней работать, но в итоге, чтобы ее полностью искоренить, ты должен добраться до самого ее ядра, и поэтому вот это последнее событие, как бы, если так аллегорически и с стороны посмотреть, евреи здесь в конце всего этого процесса исхода из Египта, на чем заканчивается исход из Египта, то, что они спускаются прямо под воду, проходят через воду, а вода символизирует хаос, они бегут от Египта, весь Египет гонится за ними, то есть они со всех сторон окружены, то есть ты в максимально, это ситуация такого максимального стресса, тревоги и, в общем, сложная ситуация, из которой евреи выходят, ну и в итоге из Египта, да, они выходят с большими, с большими сокровищами и, ну, как, как и из, и тот, кто спустился, да, обычно в, там, я не знаю, в Хоббитах или где-то, что самые большие сокровища, они закопаны где-то в самом низу, в подвалах, на них сидит этот злой, злой дракон, которого, если ты убиваешь, то ты, то тогда, получается, ты решил самую тяжелую, самое, самое большое зло ты уничтожил, самую тяжелую проблему решил и под ней находится самое большое количество золота, это, в принципе, то, что с евреями происходит, они уносят с собой, уносят с собой это золото, вот, теперь так, есть на этом достаточно много примеров, в принципе, наверное, можно так сказать, что человек, который в своей жизни через сложности и страдания не проходил, он, в принципе, такой не, с этими людьми не очень интересно, в принципе, в принципе, общаться, да, наверное, интереснее всего люди, которые прошли через большие сложности и которые через эти сложности и через испытания, они вытесали свою личность и что-то, и что-то из себя сделали, там, например, да, там, ну, есть куча таких всяких известных примеров, что самые выдающиеся какие-то люди в истории, это люди, которые прошли через тяжелые, тяжелые испытания, то есть, если такие примеры общие, там, да, например, там Наполеон, Наполеон, да, там он был, ну, там и много историй рассказывает, как он там был маленький какой-то, сверстники высмеивали. Джобса бросили родители в самом детстве, и он что-то пытался с этим делать. У Чарли Чаплина вот в семье, да, на троих была только одна пара женской обуви. Теперь еврейские примеры, таких очень тоже, тоже много, что как-то раз царь Давид спросил у Бога, почему твоим именем, почему ты называешься именем Авраама, Ицхака и Якова, но не называешься моим именем, то есть, не говорят, почему не говорят Бог Давида. И Бог ему ответил, то есть, Бог здесь говорит прямой текст, прямой текст, с кем я связан и с кем, кто связан со мной, почему Авраам, Ицхака и Яков называются моим именем, потому что они проходили через испытания. Ну, и история заканчивается тем, что Давид говорит, давай мне испытания, и он их не проходит, потому что нельзя просить испытания, нельзя просить, нельзя просить себе испытания, нужно быть готовым к принятию испытания добровольно, но просить их на себя нельзя, то есть, это такой же момент, момент гордыни, то есть, что я попросил испытания, я их прошел, какой я молодец. Вот, то есть, это интересно, это сам Бог дает такой ответ, и, в принципе, весь путь Авраама и все, что мы учим из прородцов, это то, что они проходили через этапы, да, Франкл очень хороший тоже пример, он, в принципе, вся его логотерапия, она плюс-минус про это. И они проходили через разные этапы испытаний, таких страданий, и вот это то, что мы с вами говорили, это горящий куст трансформации, самоизменения. Я вспомнил еще, что само слово «жизнь», что оно значит, на иврите это постоянное обновление, то есть, это в принт, это источник, как говорят, источник, ну, Маим Хаим, да, живая вода, это когда родник бьет из скалы, это самовозобновляющийся такой источник, то есть, получается, это человек такой, который все время сам, который все время возобновляется, обычно это происходит через испытания, через такой, как бы, огонь, то, что прошлое отмирает и создается что-то новое. Теперь, есть такой тоже пример интересный, может быть, похожий, там, например, Пиноккио, да, сказка вот это, на чем она, чем она заканчивается, он всю, в общем, вся история про то, что марионетка, парень, который не управляет собой, он такой управляется обществом, какими-то инстинктами, он хочет стать живым, живым мальчиком, и когда он в итоге им становится, когда он спускается в море, вниз, в, ну, и там, как в пророчестве Йоны, да, в живот к киту, спасает своего отца, он спускается прямо в самое, в самое подводу тоже, да, в ядро такое, зла куда-то вниз, в хаос, в вода, где там какое-то злое создание, у которого даже имя его называть нельзя, и оттуда, благодаря вот этим испытаниям, он практически умирает, то есть, в самый конец, когда ты к этому начальнику приходишь, у тебя там все, я не знаю, трясется, ты краснеешь, синеешь, худеешь, но если ты проходишь через это, потом ты становишься живым мальчиком, или евреи выходят, празднуют, поют песню, то есть, самое тяжелое, это получается встретить вот этот конечный этап, встретиться со своим страхом, там, тревогой, переживанием, или тем, с чем ты борешься, лицом к лицу, посмотреть ему в глаза, и вот это преодолеть этого, убить этого дракона на огнедышащего, на сокровищах, если это получается, если ты сможешь это сделать, порезать его на маленькие кусочки, то тогда оттуда можно вытащить все это огромное золото, которое лежит под этой проблемой. Так, то есть, чтобы решить проблему, ты должен заглянуть в ее, в итоге, самую суть, и это происходит обычно в самом конце, это то, чему нас учит эта история евреев с Египтом, то есть, нужно нырнуть на самое дно, и с чего начинается, вот этот вход, да, в море, это такое, то есть, евреи стоят перед, перед этим, перед морем, перед океаном, им нужно туда входить, никто не знает, что делать, ситуация полный стресс, там, одни куда-то думают бежать, третьи, вторые возвращаться в Египет, кто-то начинает молиться, и Нахшон бен Аминадав, он, ну, вот это известная история, я думаю, вы слышали ее, он заходит просто, говорит, все, пошли, и заходит вот так вот по горло, уже по ноздри в океан, в море, и только тогда это море расступается, то есть, нужно просто, в итоге нужно просто пойти вот этому своему главному страху и всему этому хаосу, в общем, нужно прямо пойти в эту главную проблему до конца. Теперь, есть такая фраза, да, из этой же темы, очень интересная, что только дерево с корнями до ада может вырасти до рая, то есть, получается, люди, которые видели, который, человек, который коснулся дна, если он увидел, что, то есть, насколько он, как бы, то есть, когда ты коснулся дна, это вот это ощущение, что все, дальше уже некуда, с этого момента у тебя появляется желание и мотивация взлететь, и после этого ты можешь, ну, после этого ты можешь научиться, научиться летать. И один из таких тоже похожих на это примеров, наверное, это Раби Акива, который, у которого его прогресс, процесс начался там с двух событий, там была очень правильно поддерживающая жена, и, ну, на своей, на, в своей жизни я вижу это постоянно, насколько важна поддержка, похвала и влияние жены, но второе событие, которое его подтолкнуло, было это вот эти капли, капающие капли воды на камень, и он уже отчаялся, он все, он пастух, он решил все, учиться не буду, ничего не получится, бесперспективное это занятие, потенциала у меня нету, и он идет и видит вот этот камень, на который капают эти знаменитые капли, и видит, что, ну, раз капля, значит, по капельке пробивает пробивает, пробивает дырку, дырку в камне, значит, и Тора пробьет дырку в, в моей голове, так, в какой ситуации он на тот момент находится, он уже отчаялся, он уже думает, что, куда я пойду в это, я буду сидеть с детьми, позориться, там, учить АБВГД, Алифбет учить, у меня уже 40, я пастух, у меня нету за душой ничего, я, я, никто ничего, звать меня никак, ничего не получится, он находится вот в этом состоянии, он как бы на глубине этой, я не знаю, как сказать, депрессии, да, он вдруг с ним что-то происходит, и он получает какой-то заряд и какой-то лучик света, да, в данном случае Всевышний послал ему вот эту вот просто визуализацию с камушком, он как бы касается в этот момент дна и начинает взлетать, короче, когда ты коснулся дна, можно начать, можно начать отращивать крылья, и рабе Акива, он начинает отращивать крылья, он начинает учиться, идет в Ешиву и становится в итоге самым великим мудрецом всей устной Торы за всю историю. То есть, есть масса таких примеров и с Давидом, и с Авраамом, и Цхаком, и Яков, это вся вот эта история про то, что человек создается вообще в испытаниях, и мы видим, что это весь путь наших прорцов, и Рамхаль говорит, что в этом задача, это смысл, суть жизни человека, что Бог мог бы сразу как бы создать нас в будущем мире, в такой в нирване, в полное автоматическое удовлетворение всего. Но цель мира, она не в этом, это конечная точка. Но тот мир, в котором мы находимся сейчас, в нем цель создать себя самому, а создать свое я и использовать свою свободу выбора можно только в условиях испытания. Так что мы учим из вот этого, из того, что происходит в пустыне, из того, что происходит в конце выхода, в конце исхода перед входом в пустыню, то, что евреи, получается, идут как бы на самую глубину своей души и встречаются с самым источником, с корнем проблемы, встречаются и идут прямо на перерез, на перерез к какому-то страху, то есть у каждого свои какие-то, свои моменты, с которыми каждый человек работает, но получается, что во всем вот этом процессе идет борьба, идут чудеса, бог как-то помогает, но в конце концов ты должен спуститься вот в этот подвал с драконом и его убить, чтобы забрать оттуда золото. Это то, через что прошли евреи, это то, через что должен пройти каждый человек в своем духовном росте, каждый на своем уровне, в зависимости от каких-то проблем и внутренних сопротивлений, которые у нас есть. Это то, что мы учим вот из этого, как бы это назвать, еврейского процесса. Из этого египетского процесса это одна из очень таких, очень сильных идей, что для того, чтобы разрешить проблему до конца, в итоге ты должен добраться до ее корня. Ее корень это такой злой, злой, злой дракон, который сидит в самом низу и это как бы евреи, которые спускаются под воду, окруженные с четырех сторон, за которыми гонятся египтяне, и происходит, если я не ошибаюсь, это еще ночью, и это столб там, огненный столб их ведет, и только на заре они выбегают, и море схлопывается, и весь этот дракон, он тонет, и хэппи-энд. Но чтобы это произошло, нужно вот с этим злобным начальником, которому ты всю жизнь, начиная со школы, боялся кому-то там сказать, говорить про свои границы, про свои права, и то, что я вообще тварь, тварь я, как это, или право имею, ты должен вот с этим агрессором, как бы, или внутренним страхом, чем бы то ни было, встретиться лицом к лицу и с ним сразиться. Вот, это то, что мы, я думаю, одна из таких важных, можно сказать, психологических, то есть идей духовного роста и продвижения человека по жизни, его трансформации, которую мы учим из глобального исхода евреев из Египта, из того, как этот процесс происходит, и из того, на чем он заканчивается. Всем очень большое вам спасибо за этот эфир, всем очень благодарен, обязательно сделайте какие-то свои выводы, подумайте, какие сферы жизни у вас есть, в которых вы еще в них недоразобрались, и где находится ваша вот эта точка, может быть, дна, где находится корень этой проблемы, и чтобы жизнь перешла на новый уровень, как евреи, которые выходят из Египта, у них начинается новый этап их существования, то есть они начинают уже формировать народ, и там потом начинается пустыня, а потом следующий этап, они опять, кстати, переходят через водоем, да, то есть это такой символ, это переходит через водоем и входят еще в новое состояние, земля Израиля, какой у вас сейчас этап, какой ваш следующий вот этот водоем, и куда нужно войти, и с каким, с какому своему внутреннему этому призраку нужно взглянуть в глаза и дать ему, дать ему ответ, какую проблему, какая следующая проблему, какую следующую проблему нужно решить, чтобы снова, как это, горячий куст, чтобы снова трансформироваться, чтобы жизнь была жизнью, чтобы кипело это обновление, и чтобы стать лучше, сильнее, счастливее, ближе к Богу. Всем большое спасибо за урок, вот так, я уже вижу, вот есть, Максим молодец, Максим прям всегда по ходу трансляции уже начинает писать все выводы, а потом в конце их отправляет, вот это идеальная, наверное, схема, да, только дерево с корнями до ада может вырасти до рая, да, например, я вот вспомнил сейчас Яков, да, он прежде чем идти к Лавану, великий праведник и все такое, куда он пошел, он пошел, некоторые так объясняют, в Ешиву, Шема и Эвера. Это была Ешива, там, Шем и Эвер, это там праведники еще там чуть ли не со времен потопа, но они жили в нееврейском мире, он хотел изучить все схемы хитрости и мира вот этого вокруг, и все схемы зла, чтобы когда он пойдет к Лавану, он мог там с ним функционировать, да, то есть нужно знать тоже зло, скажем так. Стратегия Рабиакива из маленьких шажков, когда ты коснулся, ты начинаешь отращивать крылья, только преодолев самый сильный страх, человек получает ценнейшее богатство. Да, то есть убить, убить, то есть евреи входят в эту воду, в самый низ, это, то есть этот этап, он в самом конце, войти в самый низ, победить вот в этом самом, на самом низу, войти по горло, это море потом распускается, расступается, и сзади тебя весь этот твой страх, весь Египет, он тонет, и поэтому тоже сказано, да, давайте вот на этом и закончим, помни, что, помни день своего выхода из Египта, что если ты, вот это событие потом, если ты это сделал, и ты это помнишь, и оно всегда с тобой, то ты туда не вернешься больше. Это то, как человек должен развиваться. Все, всем доброе утро, всем хорошего, хорошего настроения, и когда-то, завтра, скорее всего, будет Ицхак, так что завтра мы с вами не увидимся. Вот, всем прекрасного дня, прекрасной недели. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok